ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, почему туристы вот так туда любят ездить? Хотя там опасно. Таиланд по праву можно назвать раем для туристов. Благодаря тропическому климату, чистой воде, прекрасным пляжам и, конечно, низким ценам. Магдина, скажите, пожалуйста, а что нужно брать с собой еще, кроме купальника, билетов и денег? Ну, это обязательно крем с высокой степенью защиты от солнца. Потому что солнце там настолько яркое, что можно даже получить ожоги кожи. Брать с собой много одежды не стоит, потому что там одежда очень дешевая, можно купить там ее. На крайний случай, да? Да. А я хотела спросить, какой климат в Таиланде? Ну, вот я когда была, ну, я была очень давно, в 2004 году, по-моему, там очень влажно. Таиланд расположена в зоне тропического климата. Средняя температура в столице страны, Пангкоги, около 30 градусов тепла. В принципе, для отдыха в Таиланде подходит все месяцы. Но особенно благоприятные – это с ноября по февраль. В этот период не так жарко и более сухо. Но, несмотря на это, многие туристы любят отдыхать летом, потому что цены на курортах сильно занижены. А что насчет питания? Какая там кухня? Тайская кухня очень многолитка и экзотична. Есть свои особенности. И да, очень острая. Конечно, специи используются неспроста. Они являются хорошим антисепсиком и убивают бактерии, что очень немаловажно при такой жаркой температуре. А есть ли какие-то традиции или правила поведения, когда летишь в Таиланд? Вот, например, когда летишь в Эмираты, в общественных местах нежелательно носить открытую одежду. То есть для этого есть какие-то определенные правила. Есть ли такое в Таиланде? Да, конечно. Их там очень много. И, несмотря на это, жители Таиланда никогда в жизни не позволят себе нарушить их. Жители страны почитают своего короля. Поэтому любые действия, будь то смятые деньги с его изображением или нелицеприятный разговор о нем будут караться законом, то есть заключением в тюрьме. Что насчет безопасности? Что нужно учесть нашим туристам? Не стоит соглашаться на бесплатные путевки от уличных турагентов, а также принимать питание и напитки от людей, неизвестных вам, так как в Таиланде никогда ничего не бывает бесплатного. Все понятно. Мадин, спасибо большое. Мы узнали много нового. И я думаю, можно ехать. А мы продолжаем нашу программу. Доброе утро, дорогие друзья!